Итак, тема сегодняшней встречи у нас это наказание, ну в частности наказание, потому что мы сегодня будем рассматривать методики, которые останавливают поведение. Одно из направлений вот этих методик это торможение. Это процесс, который останавливает поведение. Кроме того, мы поговорим сегодня про методики позитивной коррекции, что сделать, чтобы все-таки нежелательное поведение ушло, а вместо него мы могли встроить альтернативное желательное поведение. Но начнем мы с наказания. В нашем обществе очень принято использовать наказание. Почему? Потому что для тех, кто наказывает, это есть своего рода поощрение, потому что человек наказал, нежелательное поведение у ребенка остановилось, и, соответственно, наказывающий получает поощрение тем, что поведения больше нет. Но это очень чревато тем, что наказание вызывает много побочных эффектов. И самое неприятное в этом, наказание может остановить поведение нежелательно только в данной конкретной ситуации, вот конкретно сейчас. Но оно абсолютно не гарантирует, что поведение это не вернется в дальнейшем. Может приостановиться, а может продолжаться и дальше. Особенно, если того человека, кто наказывает, не будет рядом. У меня, когда в работе приходят дети, я сразу вижу, вообще по детям и животным, очень видно, сразу же наказывают их или нет. Они могут вздрагивать при каких-то движениях, они могут отшатываться, они могут испуганно смотреть. То есть по детям очень видно, наказывают ли их дома, применяют ли родители наказание. Вот я начала говорить о том, что когда того, кто наказывает, нет рядом, может поведение происходить и в дальнейшем. Примеры какие? Ну, например, возьмем, рассказывала моя коллега, делилась тем, как она пыталась отучить кошку лазить на стол. Вот ее сбрасывали, сгоняли со стола, когда люди были на кухне. И чем это все закончилось? В их присутствии кошка не лазила на стол, но когда никого не было на кухне, она приспокойно залезала. То есть тех, кто гонял и каким-то образом наказывал, могли прикрикнуть. Рядом не было, и кошка приспокойненько залезала на стол. Могла там даже вздремнуть. И, в общем-то, поведение, несмотря на наказание, поведение не ушло. И коллега моя применяла другие методики, позитивные, предупредительные. То есть она застилала чем-то стол для того, чтобы показать, что... То есть, например, чем она учила. Кошка так и лазила на стол. Почему-то ей там очень нравилось спать. Так вот, когда моя коллега стелила какую-то рогожку, это означало, что можно залезать, и кошка там могла поспать. Если рогожки не было, то залезать нельзя. Стол был закрыт для нее. Здравствуйте всем, кто подходит. И еще один пример. Я рассказывала про мальчика на одной из предыдущих встреч. Рассказывала про мальчика достаточно крупный, 9-летний мальчик. Был очень сильный и показывал очень много агрессии. И его приводил ко мне папа. Папа такой сильный, крупный. И только он в семье справлялся с этим агрессивным поведением. Причем, ну, естественно, при мне он никак не проявлял наказание, не показывал. Но было видно, что папа именно своей строгостью, каким-то строгим взглядом мог удержать ребенка за руку. Это все тоже наказание. То, что останавливает поведение, это наказание. Это не обязательно классика ремнем по попе или в угол. Наказание может быть абсолютно разнообразным. И сегодня я расскажу. То есть даже когда вы для того, чтобы остановить агрессивное поведение, удерживаете ребенка за руки, просто блокируете его и не даете возможности причинить вам вред, это тоже наказание. Потому что это останавливает поведение. Так вот, когда ребенок пытался проявить агрессию в мою сторону, папа сидел недалеко, в этой же комнате, на диванчике. И как только ребенок показывал какие-то признаки агрессии, папа так вот, он ничего не говорил. Но он просто так вот всем своим телом приподнимался, ну вроде как бы сейчас собирается встать. И ребенок тут же раз и так это оседал на стуле. То есть у него появлялся испуганный взгляд. И он прекращал попытки меня как-то обидеть. И сразу было понятно, что папа работает через наказание. Потому что поощрение там абсолютно никак не работало. Ну поощрение в правильном виде, когда оно обусловлено на каком-то поведении. То есть сначала нужно показать ребенку желательное поведение, потом получать поощрение. Это выучено не было, такого правила в семье не было. И когда я работала за поощрение за шоколад с ребенком, он просто вырывал у меня его из рук. Пытался вот разными методами, абсолютно не выполняя, ну не желая выполнять задания, которые ему предлагала. Он силой пытался вырвать шоколад из рук. И самое интересное, что дома у него это срабатывало. Мама, старший брат тут же уступали, отдавали все, что он хотел. И в общем-то правильно вот это поведение не закрепилось, не сформировалось. Это я вам привела примеры того, что да, вы сейчас можете присутствовать, как-то воздействовать на поведение. Но если вдруг того, кто наказывает, нет рядом, поведение может приспокойно происходить и дальше. Сегодня мы будем говорить про наказание не для того, чтобы вы его использовали, нет. Вы будете знать про наказание для того, чтобы уметь увидеть те побочные эффекты, нежелательные эффекты, которые следуют за наказанием. Про них я тоже расскажу, чтобы вы понимали, что дает вам сиюминутно, если вы накажете, и какие последствия могут быть после. И, ну, самое интересное, почему наказание применяется, потому что оно работает мгновенно. Сейчас мы ребенка наказали, и он сейчас же успокоился. Но оно ничему не учит. И когда вы будете, у вас будет стоять выбор между одним и между наказанием и методиками позитивной коррекции, чтобы вы, конечно же, уходили в сторону позитивных методик, работали с поощрением. Да, это дольше. Это нужно научить ребенка. Это требует какого-то времени и усилий. Но, во-первых, через эти методики, мы сегодня тоже их будем обсуждать, вы убираете нежелательное поведение и мотивируете ребенка к желательному поведению через поощрение. Ему должно быть выгоднее показать желательное поведение, показать какие-то новые навыки вместо нежелательного. То есть, когда вы его замотивируете, когда вы правильно подкрепляете, находите нужное поощрение, ребенок готов показывать желательное поведение. Ну, а, соответственно, нежелательное поведение мы ставим на вымирание. Это не наказание. Вымирание тоже я сегодня чуть-чуть подробнее расскажу позже. Вымирание, когда мы просто перестаем предоставлять поощрение за нежелательное поведение. Просто не поощряем, не наказываем, просто не поощряем. Итак, начну сейчас все по порядку. Такую вводную, как бы обзор я вам рассказала о том, что мы сегодня будем обсуждать. Ну, теперь про все подробнее. Итак, начнем с того, что нежелательное поведение никогда не происходит просто так. Оно явно добивается какой-то цели. Очень часто нежелательное поведение происходит в отсутствии коммуникации, когда ребенок не может, особенно если ребенок невербальный, или даже если он может произносить какие-то слова, но не пользуется речью для того, чтобы сообщить о своих мыслях, чувствах, эмоциях, желаниях, потребностях, он просто не может это сказать, то тогда нежелательное поведение часто является средством коммуникации. То есть ребенок не делает нам назло, не вредничает просто потому, что ему так захотелось. Через нежелательное поведение ребенок пытается донести до нас что-то, что-то нам сообщить. И если у него все хорошо, если он доволен жизнью и, в общем-то, вы установили правила, и каждая сторона выполняет эти правила, то тогда нет никакой необходимости ребенку показывать нежелательное поведение. Но если его не понимают, если ему что-то нужно, ему плохо, некомфортно, и вы никак на это не реагируете, тогда да. Тогда нежелательное поведение – это явное вам сообщение, что что-то не так. И надо об этом тоже вспомнить. Значит, если ребенок себя ведет плохо, то нужно думать, нужно искать, чем же это поведение закрепляется. Если оно повторяется в схожих ситуациях дальше и дальше, то, соответственно, оно подкрепляется. Значит, оно стоит на усилении. Так вот, что такое наказание. Наказание – это любое событие, абсолютно любое. Как я сказала, это не обязательно ремень или угол, нет. Это может быть что угодно, любое событие, которое следует сразу за поведением и останавливает это поведение. Либо, если наказание было применено правильно, в необходимом количестве, сразу же, то оно вполне возможно остановит поведение, и оно больше не будет происходить. Но это очень редко происходит. Стопроцентного отсутствия поведения никто вам не гарантирует. И на какое-то время, да, оно может остановиться, но потом может вернуться заново. Или, как я уже сегодня сказала, поведение не будет происходить в присутствии наказывающего, но прекрасно будет работать, будет появляться, если этого человека нет рядом. Так вот, это любое событие. Это может быть хмурый взгляд мамы. Это может быть какое-то покачивание головой неодобрительно. Это может быть блокировка, которую я сказала. Но тоже я буду сегодня говорить про виды наказания. И вы посмотрите, насколько это все широко развито. Насколько это разнообразно. И причем часто, когда у ребенка забирают уже заработанное, забирают баллы или забирают жетоны, родители в этом не видят ничего страшного. Но это тоже наказание, которое ведет к эмоциональному всплеску детей, которое угнетает его состояние внутреннее, и, соответственно, происходит какое-то недовольство у ребенка. И дальше следует отказ сотрудничать. Потому что, когда мы забираем то, что уже заработано, это тоже наказание и очень достаточно болезненное. Так вот, поведение можно остановить в процессе торможения. Торможение бывает позитивным и негативным. Не думайте, что... Опять-таки, я говорила про позитивное. Вот эти два термина уже упоминала. Позитивное и негативное. Это было связано с процессом усиления, когда мы говорили про поощрение и говорили о том, как мы подкрепляем, как мы усиливаем поведение. И там звучали вот эти два слова. Позитивное и негативное. Это не означает, что одно хорошо, а другое плохо. Нет. Здесь вообще речь не об этом. Вот точно так же, как с процессом усиления, точно так же работает и процесс торможения. Позитивное это означает, что происходит поведение, и мы что-то добавляем после этого, и поведение останавливается. Негативное торможение. Это означает, что начинается нежелательное поведение. Мы что-то изымаем после поведения, или даже во время уже поведения. поведение нежелательно началось. Мы что-то изъяли, и поведение останавливается. Таким образом, это не оценка хорошо-плохо, это просто описание того, что что-то добавилось, а что-то убирается. Итак, позитивное торможение. Ну, например, позитивное торможение. Например, ребенок балуется, кричит, ну, там, какую-то агрессию проявляет, или истерику показывает. Ну, балуется у нас, это субъективная оценка, она не очень правильная, поэтому лучше сказать, показывает истерику или агрессию. И мама посмотрела строго, хмуро. Мама добавила, и ребенок это считал, поведение остановилось. Или, к примеру, ребенок не выучил уроки, плохо подготовился, ему поставили двойку. Вот это тоже будет позитивное торможение, когда мы что-то после поведения добавляем для того, чтобы его остановить. Негативное торможение, это когда мы что-то изымаем. Например, ребенок ведет себя плохо, но при этом смотрит мультики, да, смотрит мультики и что-то кричит. Мама подходит, ну, или как-то комментирует мультики, как-то плохо реагирует на эти мультики. Ну, что-то такое, то есть он в процессе, и мама подходит, выключает телевизор. То есть она изымает. Или, например, ребенок сидит на кухне, за столом обедает, и тоже ведет себя, показывает нежелательное поведение во время обеда. Мама подходит, забирает тарелку, выпроваживает ребенка из-за стола. Это тоже наказание, чтобы остановить нежелательное поведение, и мы тем самым что-то изымаем, мы изъяли. Ну, вот еще примеры. И я буду рассказывать много сегодня об этом. Я так сейчас просто обзорно пытаюсь обрисовать вообще всю картину наказания, и потом уже, потом уже буду по конкретике. Значит, вот еще примеры позитивного торможения. Ребенок капризничает, мама его отшлепала. Ребенок не вымыл посуду, нежелательное поведение, мама его отругала. Вот это все мы добавили. Пример, когда ребенок капризничает за обедом, и мама забирает тарелку, я рассказала. Ребенок не вымыл посуду, мама лишила его телевизора на этот день. Это изъяли, телевизор изъяли. Итак, я уже сказала, что при торможении поведение может остановиться ненадолго, ребенок ничему не учится, ничему новому, и появляется много побочных эффектов. Ну, теперь давайте все-таки подробнее по видам наказания. Итак, наказание можно в первую очередь разделить на такие группы, как и поощрение. Это безусловный, условный и обобщенный. Безусловный, вот помните про поощрение я рассказывала? Безусловное, это то, что является поощрением врожденно. Для человека это априори, уже с рождения является поощрением. Это еда, сон и так далее. Точно так же и для наказания работает та же классификация. Безусловное, это то, что для нас врожденно. Это все, что связано с болью. Боль, это безусловное наказание но есть такая особенность если то есть мы все пытаемся избежать боли но бывает так что если происходит присущение к боли то есть человека частно физически наказывают то этот вид наказания теряет свою безусловность потому что человек может привыкнуть даже к боли и уже на нее не реагировать то есть это этот вид наказания не будет останавливать поведение она уже не работает но на самом деле боль для всех является безусловным наказанием потому что но это для нас это опасно для нашего организма и мы пытаемся для того чтобы сохранить себя мы пытаемся избежать боли но а боль всегда связано с каким-то вредом для для организма дальше наказание может быть как и поощрение наказания может быть условным это то что приобретается вот вот эти варианты приобретаются с опытом во время жизни для кого-то слава богу если ребенок живет в таких условиях что у него нет таких таких видов приобретенных но например хмурый взгляд мамы это уже наказание и это уже условный вид наказания вид ремня когда ребенка наказан физически это тоже уже условно наказание потому что для кого-то работает хмурый взгляд а в какой в какой-то семье мама не применяет это и соответственно там нет такого вида наказания ребенок на него не реагирует вот у меня был в работе есть маленький ребенок ну как маленький лет семьям он сейчас школу уже пошел и там папа в семье папа применяет наказание причем он может неожиданно для ребенка без предупреждения как-то его ударить рукой и как-то он у меня но вы видите меня за спиной еще одна комната вот это мои рабочие комнаты мы занимаемся с маленькими детьми то а здесь у меня такой такое место где вот компьютер лекции что и вот сюда я не пускаю маленьких детей потому что здесь мои бумаги документы техника в общем ну я бы не хотелось чтобы это как-то перемешалось или испортилось и вы знаете что запретный плод всегда сладок мы занимаемся там этот мальчик за пришел сюда в эту комнату я совершенно спокойно ну да я не хочу чтобы он здесь что-то брал потому что там много всего интересного для него в той комнате там игрушек полно вот но я хотела вас аккуратно привести обратно я иду за ним протягиваю руку чтобы взять его за руку и привести обратно и что делать ребенок вот так он зажался спрятался то есть он понимал что то что он сюда пришел мне это не нравится и исходя из опыта который он вынес из дома за это может влететь и он сжался скукожился закрылся голову руками закрыл и я понимаю что он готовится к наказанию ну что мне оставалось делать естественная успокойным голосом до попыталась как-то его успокоить взяла за руку привела обратно говорим пойдем дальше заниматься здравствуйте те кто подходит вот то есть наказание вот это для ребенка тоже условно наказание то есть протянутая рука к нему означало что ему сейчас его сейчас могут наказать и обобщенное это может быть все что угодно это связано с любой деятельностью ассоциируется с абсолютно разными наказаниями то есть например у сама распространена это отчитывание выговоры и но это будет связано то есть сначала можно отчитать ребенка потом ну в смысле как можно так бывает до сначала отчитывают а потом его еще могут ударить да то есть тогда отчитывание обобщенное наказание будет связано еще и с безусловным или отчитывание и ругают 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 и потом ведут его в угол да то есть связано с таким вариантом наказания поэтому обобщенное может включать в себя абсолютно абсолютно разные но здесь какая есть особенность если условное наказание вот связано с ну да с каким-то вот условные какие-то события вот эти вот ну имеет там или еще что-то ну даже нет пусть отчитывание да или посадить на стульчик или поставить в угол если что я хочу сказать что связь может разорваться между вот этим вариантом наказания и последствий если так ребенка больше не наказывать то со временем эта связь стирается и вид ремня или вид угла или ну еще какие-то другие проявления они не будут уже сигнализировать ребенку о наказании потому что этого больше нет и соответственно это уже не работает и связь теряется вот это важный момент еще хочу рассказать кое-что возможно вы услышали про такие события про такие ситуации когда когда жена живет очень несчастной жизнью когда муж пьет ну грубо говоря муж алкоголик и в этой семье еще присутствует и насилие физическое то есть муж может еще и руку поднимать но тем не менее как-то так происходит что такие женщины продолжают жить со своими мужьями мучаясь страдая но при этом продолжает жить здесь все очень закономерно все понятно объясняется почему это происходит здесь наказание вот это вот дебош рукоприкладство часто сменяется вот когда муж в таком агрессивном пьяном состоянии он значит обижает жену и на следующее утро когда он уже проспится когда протрезвеет у него накатывает приступы раскаяния какой же я негодяй так плохо обращаюсь со своей семьей и вот в этот вот в этот период раскаяния он становится просто паинькой вот он и может и цветочки подарить ему и все это у меня самое замечательно прости прости больше так не буду и по дому чего-то помогает то есть вот затем жестким страшным наказанием которое было накануне следует на следующий день такое очень сильное серьезное поощрение муж паинька и вот просто да там окутывает жену заботой вниманием пытается как-то загладить свою вину так вот здесь что происходит наказание за которым следует поощрение может также стать для этой женщины условным поощрением и женщина а то есть происходит такая сцепка очень сильная связка чтобы получить вот то поощрение которое для женщины очень очень приятно муж ласковый такой я живу таким помню он же такой был в молодости и тут вот вот эти варианты возвращаются что он такой прекрасный я его таким и полюбила так вот что происходит у женщины в таком случае чтобы получить вот это сильное поощрение вот это желанное оплачение вниманием уже его ухаживания как на подарки может быть какие-то надо накануне пережить пережить наказание и поэтому женщина живет от наказания к поощрению наказание поощрению чтобы в надежде получить вот это поощрение ей нужно пережить наказание и я даже где-то сталкивалась вот читала про это женщина она пишет что-то меня что-то муж давно не пил давно меня не бил но это просто это страшные вещи но женщины так некоторые живут и и и у нее она же знает что это должно произойти и она говорит господи скорее бы уже он это сделал и я и опять на какое-то время расслабилась и жила спокойно это страшные вещи но это работает и самое интересное здесь очень четко прослеживаются вот эти законы поведения как это работает по какому принципу это работает и если женщина на самом деле женщины когда живут в в таких ситуациях они просто не понимают что происходит что их здесь держит но если увидеть вот эту связь сцепку и ее разорвать то вполне можно изменить свою жизнь и жить совсем по-другому и это также работает также работают и с детьми например смотрите возможно тоже вы такое наблюдали мама сначала сорвалась но что-то там ребенок сделал мама не выдержала устала стресс у нее какой-то и она не выдержала там его отлупила или наорала на него просто сорвалась на него бешено и потом господи что же я за мама такая да как же я себе веду да это же ужасно бы также нельзя с ребенком и тут же у нее происходит раскаяние и она тут же начинает извиняться извини мне пожалуйста я погорячилась ты мне самый замечательный и в общем и дети я пожалею де я тебе поглажу обниму и здесь точно так же как и в предыдущем примере у ребенка происходит сцепка чтобы получить вот это мамина надо сначала испытать наказание и чему это приводит ребенок желая а мама например в других ситуациях мало дает внимание ребенку и вот вот этих объятий поцелуев каких-то ласки ласковых нежных слов от мамы он в общем-то практически не слышит и что делает ребенок чтобы получить вот это мамина колоссальное большое внимание которое она дает ему в порыве раскаяния он начинает вести себя плохо чтобы испытать наказание и получить после этого поощрения и в этом случае мы можем рассматривать вот это наказание уже тоже как условное опощрение потому что она сигнализирует что сейчас ты чуть-чуть потерпи сейчас конечно тебе будет плохо больно потерпи мама потом тебя зацелуют вот вот это такие вещи которые происходят в нашей жизни и люди это делают неосознанно не не понимая не отдавая себе отчета в происходящем такие серьезные вещи идем дальше когда мы можем все таки вот я уже сегодня сказала что когда у вас будет стоять выбор применитель наказание или применить пусть гораздо дольше по времени но применять методики позитивной коррекции вы уходите пожалуйста сторону позитивной коррекции во первых это учит детей нужному это вызывает у них позитивное хорошее состояние ощущение успеха и в общем-то ребенок с удовольствием идет с вами на контакт нет никакого страха перед вами вот но есть ситуации в которых мы все-таки можем применить наказание иногда такое случается ну вот например вот я сказала сегодня когда поведение агрессивная вот агрессивная опасная опасная либо для ребенка либо опасно для окружающих мы у нас нет времени просто нет времени работать на позитивных методиках самое что мы должны сделать быстро это остановить поведение и вот когда ребенок пытается причинить мне боль тянет меня за волосы пытается растянуть мне одежду или или больно меня щипает так что у меня синяки оставались на руках чтобы избежать этого я брала его руки просто удерживала это называется физическая блокировка когда мы не даем человеку причинить вред и это наказание это на самом деле и я знаю что сейчас я применяю да я не причиняя ему вред физически я ему сдачу не даю да там ли но я не дни разрешаю ему причинить мне вред и я его блокирует это наказание все что останавливает поведение это наказание или ребенок если побежал проезжая часть рядом ребенок бежит сломя голову и какой здесь козе позитивная коррекция вы что вслед ему будете кричать остановить эти конфетку да нет здесь во первых он уже вас не вас не слышит и вы естественно бежите за ним и останавливайте его это тоже блокировка физическая блокировка вы его тормозить и останавливайте чтобы он не выскочил на проезжую часть или не потерялся ну или еще каком-нибудь беды не случилось вот в этом случае мы можем применять наказание также если мы очень долго долго работаем позитивными методиками никак не можем справиться с поведением и тогда тоже тогда допускается но опять-таки наказание наказанию рознь будет блокировка это одно а извините ремнем по попе избить до ребенка до синяков это совершенно другое блокировка по крайней мере не причиняя этому никакого вреда физического вот то есть наказание абсолютно разное и максимум что я могу сделать с ребенком это в виде наказания это блокировать его не дать ему показывать нежелательное поведение вот когда долго мы применяем позитивные методики и они не дают никакого результата тогда тоже допустимо использовать наказание или еще бывает так что поощрение изъять невозможно поощрение за нежелательное поведение вот невозможно его изъять но например какое может быть поощрение вы ребенок прыгает в лужу и для него вот это поощрение вы никак не можете обойти эту лужу вот она вот вы выходите она у вас прям перед перед подъездом вот никак ее не обойти и и вот это лужа вид лужи это для ребенка сигнализирует о том что сейчас я туда залезу и не будет хорошо я буду весь мокрый неважно что я сейчас иду в детский сад или на занятия или куда-нибудь на прием к врачу это абсолютно не имеет значения вот сейчас мне хорошо вот и это для него поощрением барахтаться в ней куркаться в ней прыгать в ней это поощрение и мы не можем изъять вот это поощрение из из жизни ребенка пока лужа есть он будет это делать соответственно мы тоже можем применить наказание мы можем взять его за руку и отвести в сторону до чтобы опять-таки блокировка работают мы не дадим ему залезть в эту лужу но смотрите что здесь да мы его отвели мы не дали ему возможности испачкаться там промокнуть но при этом мы должны параллельно учить его другим вариантам как еще можно проводить время на улице то есть мы параллельно еще будем обучать другим полезным навыкам это когда мы можем применять наказание если если мы все-таки используем те случаи которые только что перечислила это достаточно редкий случай они не так часто но если вдруг такое происходит то как применяется наказание оно должно быть обусловлено на поведение как поощрение обусловлено на поведение так и наказание обусловлено поведение что это означает мы никогда не срываемся мы не наказываем не не проявляем какие-то вот жесткие методы меры просто потому что у нас плохое настроение и на нас начальник на работе наорал и мы пришли там ответить не смогли пришли домой и срываемся на своей семье и кому чаще всего достается тот кто ответ ответить не может это дети дети на самом деле самые бесправные существа они не могут по и проявить не агрессии к нам чтобы ну безнаказанно да и мы все равно за это как-то от схлопочет что они они не могут показать свое негативное отношение кому-то мы сразу скажем ну 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 так нельзя ты что же так говоришь они не могут грубо сказать кому-то мы опять скажем но ну ну ты что такие слова говоришь так нельзя то есть детям нельзя проявить эмоции отрицательны даже если они их испытывают а мы вполне себе можем мы же мы взрослые люди нам никто не указ и вот мы приходя домой можем сорваться совершенно за какую-то мелочь которая не стоит даже внимания сорваться на ребенке то есть вот это не абсолютно абсолютно никак не оправданно не недопустимо если вы применяете наказание то оно должно быть обязательно обусловлено каком-то поведении причем очень желательно оговорить с ребенком обсудить за какое конкретно поведение он может получить наказание вот если ты будешь вести себя так то и опять-таки я щас вам рассказываю как вариант если такое придется делать но опять-таки выбирайте смотрите есть суть одна и та же но есть две разные формулировки одна формулировка отрицательная через наказание а другая формулировка положительная через поощрение например если ты не сделаешь уроки ты не пойдешь гулять изъяли до гуляния на улице изъяли и мы наказываем первый вариант формулировки второй вариант формулировки смысл тот же самый надо сделать уроки после этого улица доступна и мы можем сказать так когда сделать причем очень важно даже слова правильно выбирать когда вы говорите если это предполагает что ребенок может этого не сделать если это знаете так условно может сделать может нет если вы когда вы говорите слово когда когда ты сделаешь уроки то это предполагает что человек должен это сделать ну то есть это по времени реально да когда ты сделаешь уроки ты пойдешь гулять и как я уже говорю повторяюсь да смысл один и тот же надо сделать уроки потом можно пойти гулять но одно Но идет одна формулировка через наказание, вторая через сплощение. Выбирайте, пожалуйста, позитивные формулировки. Сделаешь уроки, пойдешь гулять. Съешь суп, пойдешь, получишь конфету. Берешь игрушки, посмотришь мультик. Это очень работает. Одно время я очень долго работала в университете, преподавала. И потом, когда был такой переходный этап, я уже собиралась, ну вернее начала работать в поведенческом анализе. Я поняла, что я не тяну полную нагрузку и там, и там. И я ушла из университета, но так, для подстраховки устроилась воспитателем в реабилитационном центре для детей-инвалидов. И, естественно, я применяла все эти методики там, в работе с детьми. И то, что моим коллегам, воспитателям приходилось делать через крик, ну а я не очень как бы так навязывала. Я, конечно, могла там посоветовать, поделикатничать, что попробуй вот так, так лучше будет работать. Но не выставляла себя такая умная, умная тут пришла и всех учит жизни. Нет. Самое интересное, когда я применяла позитивные методики, и у меня все гораздо проще получалось и детей уложить спать, и чтобы они игрушки собрали, воспитатели сами стали ко мне приходить за советом. А вот это как, а вот это как. Или так и говорили, Татьяна, иди, там твой случай, иди разбирайся. Вот. Так что я делала? Во-первых, игрушки разбросаны. Многие воспитатели сами это все делали. Ну, это тяжело, утомительно. И почему это делать само, если могут сделать те, кто их разбросал? А я накачала очень-очень много мультиков. У меня было несколько флешек с разными мультиками. И я на выбор. Дети, какой мультик хотите смотреть? Они там, такой-то. Отлично. Сейчас будем смотреть мультик. Но сначала убираем игрушки. А там было очень много малышей, и мамы сопровождали детей инвалидов. Но если они были совсем нетрудоспособны, дети, не могли за собой ухаживать, то там присутствовали мамы. И мамам тоже очень хотелось усадить детей и пойти немножко отдохнуть, чаю попить. И вот я говорила, позитивная установка. Сначала убираем игрушки, ставим стульчики и все смотрим мультик. Такой, какой они выбирали. И что вы думаете? Игрушки убирали даже мамы. Ну вот представьте, несколько коробок игрушек, и ковра не видно под ними. Ну практически не видно ковра. Все рассыпано. Представьте, если бы я это делала одна. Или каждому говорила, вот это убери, вот это убери. Да, это даже просто каждому сказать уже можно устать. Две минуты, все чисто, стульчики расставлены. И все сидят такие зайчики, мальчики, все сидят смотрят мультики. Вообще прекрасно работала. И там как раз таки, еще хочу из этого опыта, из этой практики, то, что я наблюдала. Это вот про изъятие баллов. Там была такая командная система. Значит, комнаты делили на команды. И каждой команде за какое-то поведение, за участие в каких-то конкурсах, за какие-то отличия в жизни этого санатория начислялись баллы. Самое было тяжелое уже в конце рабочего дня, когда 10 часов должен быть отбой, а это дети, да, какой отбой 10 часов, у них только сама жизнь начинается. И они, естественно, угомониться не могли, особенно старшие, вот старшеклассники. Это было тяжело, уложить их спать. В 10 часов сделать отбой вообще ужасно. Что делали мои коллеги? Они говорили, что те комнаты, которые, ну там им давали время до 11, которые не лягут спать до 11, и в ваших комнатах будет шумно, а баллы, значит, там такая была большая таблица, такой ватман огромный разделен на колонки, где записывались каждый день баллы. Уже полученные баллы они отбирали. Это было, конечно, я, я у меня прямо аж все переворачивала. Я говорю, так не надо делать, лучше вы им не начислите. Те, которые легли, начислите, а те, которые не легли, просто ноль, ничего не получили. Ну, все равно многие очень, значит, дети просыпались и видели, что у них там, например, ну, к примеру, было 110 баллов с вечера. Утром они просыпаются, у них 100 баллов. Перечеркнуто, исправлено, 100 баллов. Забрали. Это наказание. Это вариант от негативного торможения, когда что-то изымается, произошло нежелательное поведение, и уже заработанное изымается. Так вот, продолжаю. Если использовать эффективно поощрение, то оно должно быть обусловлено на поведении, и желательно договориться с ребенком, какое поведение будет наказано, чтобы он знал последствия, чтобы это не было для него неожиданным. Дальше предоставляться должно незамедлительно, незамедлительно. Особенно маленькие дети и животные, они не могут, вот они нашкодили, что-то там натворили, мамы дома не было. Приходит, что-то там, ваза разбита. И через два часа мама наказывает. У маленьких детей, особенно если они плохо понимают речь, вот это событие, вот этот поступок и наказание через два часа вообще никак не связано. Она наказывает его за то, что произошло вот непосредственно сейчас. Я расскажу на примере своей собаки. Когда моя собака была щенком, он не грызун был, он не грыз тапки, ничего не портил, кроме обоев. Вот та комната, в которой мы его закрывали. То есть так он по дому перемещался, мы видели, присматривали. Но когда мы уходили, мы его закрывали в прихожей, чтобы на всякий случай, от греха подальше. И он вот где лежит, от тоски и скуки, вот куда мордочкой своей уткнется, там кусок и выгрызит. Вот. И я, значит, прихожу, меня, ну, с работы или откуда я прихожу, и... А у нас обои такие с позолоткой там, значит, поблескивают такие обои. И я, значит, захожу в дом, сразу утыкаюсь в его морду, он меня встречает, и я вижу, что у него все блестит. Думаю, ну, понятно. Начинаю смотреть, где. Куска нету огромного. И, понимаете, да, я захожу, да, я расстроилась. Мне неприятно, что еще одного куска обои нет. Но я себя очень сдерживаю. У меня настроение ухудшилось, да. Я реально, ну, мне не нравилось это. Я понимала, что мне это все потом надо переделать, переклеивать. Но я никогда себе не позволила показать вот это собаке, ударить его, наорать на него. Это абсолютно... За что бы я его в этот момент наказала? Он рад меня видеть. Он ко мне подлетает, облизывает мне руки, тычется мне мордой в ноги, обнюхивает, поскуливает, подпрыгивает от нетерпения. Я вижу эти обои. Представьте, если я бы его в этот момент наорала или ударила. Что бы я наказала? Я бы наказала его поведение, встречать меня радостно, показывать свой восторг и большие эмоции. Вот это бы я наказала. Соответственно, это было недопустимо хорошо, что я это понимала. И я спокойным голосом гладила его, приветствовала, молодец, хорошо. Но всего два раза за все время, за все время его щенячества, когда он портил обои, я его подловила на месте преступления. Он прямо так вот голову разворачивал, открывал пасть, и я смотрю, он уже вот прям вот смакует эти обои. Вот тут я, конечно, подходила. Ну, я еще много начиталась, как если вдруг дрессировать собак, если вдруг надо показать какое-то наказание. А рукой ни в коем случае. Рука не должна символизировать наказание, чтобы в тот момент, когда вы тянете собаку погладить или ребенка, не было такого, что с рукой связана боль. Это абсолютно исключено. Нельзя. Лучше какой-то предмет. И я сворачивала, тоже насмотрела всяких видюшек обучающих, свернула газетку, дудочкой такой, и вот этой газеткой прямо по морде. И оно не болезненно, но оно так громко, и удар по самолюбию животного его, значит. Вот эту газетку, если вдруг он шкодил, я просто брала газетку, он понимал, что с газеткой вот шутить нельзя. Вот таким образом, два раза за все время, за все время, что он портил обои, мне удалось его поймать и дать ему щелкнуть так по носу. Вот, значит, предоставляется незамедлительно, это очень важный момент, незамедлительно. Быть нечастым, ну в смысле не повторяться, должно быть какое-то разнообразие, потому что если одно и то же, одно и то же, то происходит присыщение, как я говорила, привыкание, и это вообще не работает как наказание. И правильного размера. Вот представьте, например, если, ну как с поощрением должно быть правильного размера, так и здесь то же самое, должно быть правильного размера. Если наказание было недостаточным, недостаточно сильным, то оно не имело никакого влияния, воздействия, и, соответственно, поведение будет дальше продолжаться. Или наоборот, если было слишком сильным, это тоже очень жестко, то есть это все должно быть, вот я собаку вроде наказала, но это было для него неболезненно. Это, ну просто я показала, что так делать нельзя, это неприемлемо. Теперь, я сейчас так, наверное, красиво рассказала про наказание, чтобы у вас ни в коем случае не возникло желание, что это очень хорошо. Нет, это очень все, это все очень нехорошо. Очень много побочных эффектов, очень много побочных эффектов. В первую очередь, это откуда вот у подростков агрессия или много других девиантных поведений. Это побочный эффект наказания. Их наказывают дома или их наказывают в школе, и они в качестве протеста показывают вот эти, причем смотрите, что может произойти. Можно наказывать за одно поведение, и на его месте появится, то может быть и уйдет, но на его месте может появиться гораздо хуже, гораздо сильнее, тяжелее поведение, с которым будет сложнее справиться. Поэтому агрессия, аутоагрессия, если дети маленькие и взрослые подростки, они могут уже, извините, и в ответ нахамить, и послать могут, да. То есть здесь они агрессию могут проявить в сторону наказывающего. Маленькие дети, если их наказывают, у них нет таких сил, чтобы сопротивляться взрослым. И очень часто последствия наказания это аутоагрессия. Они могут бить себя по голове, они могут биться головой об стол. Ну, в общем, может быть много чего. Дальше это может быть моделирование. Тоже, думаю, наблюдали. Когда взрослый наказывает ребенка, ребенок ответить взрослому не может соответствующим образом. Но он это будет переносить, моделирование, это копирование. Он будет это переносить на тех, кто слабее его, младше его, это животные, это младшие сестры, братья. И он будет делать все то же самое, что делают с ним взрослые. Дальше это подавление активности. То есть, ну, человек не хочет, его наказывают. Человек не хочет больше даже ничего пытаться, ничего делать. Но все равно у него вот это появляется ощущение неуспешности. Дети часто думают, если их еще и обзывают, ты тупой и так далее. То у них возникает, они в это верят. Ну, взрослый же говорит, я тупой. Соответственно, у меня ничего не получается, я ничего не умею и вообще ничего пробовать даже не буду. Все равно я тупой. Вот это вот подавление активности. Дальше может быть выученная беспомощность. Это когда слишком часто, вот, со всех сторон наказание, 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 или даже не с одной стороны, но очень сильное какое-то, и постоянно человек, и человек не может выбраться из этого, происходит состояние выученной беспомощности. Мы называем это депрессия. Когда слишком много наказания у человека в жизни. Ну, возьмем какую-нибудь среднестатистическую женщину или мужчину. Ну, у женщины, потому что у женщин всегда хлопот и с домом, и с детьми всегда больше. Дети плохо себя ведут, плохо учатся. В школу вызывают. Зарплата низкая. Начальник ругает. Ну, и так далее, и так далее. Да, колготки порвались. Денег купить новые нету. И прочее, и прочее. То есть, наказание со всех сторон, и у такого человека возникает вот это ощущение выученной беспомощности. То есть, вообще ничего делать не хочет. Нет никакого желания что-то менять, что-то, к чему-то двигаться, чего-то достигать. Я вам расскажу пример. По выученной беспомощности проводили, ну, достаточно жесткий эксперимент на крысах. Значит, их помещали в металлическую клетку, и выхода не было из этой. Ну, просто вот такие металлические прутья, включая дно, тоже было такое металлическое. И по этой клетке пропускали ток слабого разряда, то есть он не мог причинить вред, там, тем более как-то убить этих крыс. Но он был очень неприятный, такой болезненный, давал неприятные ощущения. И вначале, когда пропускали этот ток, ну, это вот наказание, да, то есть это будет аналогия, как нас иногда со всех сторон всей ситуации наказывают. И крысы вначале подпрыгивали, там, метались по этой клетке, хотели найти выход, но выхода не было. И через какое-то количество раз, когда они поняли, что, ну, бесполезно что-либо делать, все равно от этой боли не избавиться, у них наступало вот это состояние выученной беспомощности. Они ложились на дно, и даже когда пропускали ток, они даже не поднимались, просто лежали и тупо терпели вот эту боль. Вот это вот еще один побочный эффект наказания, когда слишком часто наказывают человека, он больше ничего не хочет, он не верит в свои силы, он ничего не добивается. У него нет вот этого стремления, желания кому-то чего-то доказать, даже в первую очередь себе доказать, что я могу. Это все уходит, и наступает вот это состояние подавленной активности или выученной беспомощности, депрессии. Пониженная самооценка, само собой, я уже сказала. Если детей постоянно обзывать, ругать, наказывать, я тупой и все, у меня все равно ничего не получится, делать ничего не буду, я тупой. И часто побочным эффектом наказания является поведение избегания или предупреждения. Ну вот, например, если ребенок получил двойку, то, а что такое предупреждение избегания, я рассказала на одной из предыдущих лекций. Избегание – это когда неприятный стимул уже появился в нашей среде, в нашем окружении, и мы хотим сделать так, чтобы его убрать, чтобы его не было. А предупреждение – это неприятного стимула еще нет, но он может появиться. И мы делаем все, чтобы предупредить его появление. Так вот, когда мы, ну, ребенок, представьте, получил двойку, и он, его дома ждет наказание, там, лишат чего-то или, ну, не важно, как его будут наказывать, и он знает, что за двойку его именно так и накажут. Что он делает? Он начинает врать, хитрить, вырвать лист из дневника с этой двойкой, замазывать как-то, на что только дети не ухищляются, да, там. В общем, начинают врать и скрывать. Это у нас идет именно на предупреждение, чтобы не встретиться с этим наказанием. Ну, а избегание – это когда ребенок сидит у вас, у специалистов за столом, вы уже предоставляете ему какой-то материал, хотите, чтобы он что-то сделал, выполнил какое-то задание. То есть у него уже, для него задание – это неприятный стимул. И он, чтобы не делать, он может разбрасывать материалы, сбрасывать со стола, сползти со стула под стол, вас оттолкнуть, щипнуть вас и так далее. То есть вот это вот будет работать тогда, когда ребенок не замотивирован заниматься, когда больше действует наказание. Если вы замотивируете ребенка, ему будет хотеться выполнить это задание, вы будете создавать ему ощущение успешности, что он такой молодец. Даже если у него не все получается, вы дадите подсказку. Вот следующая лекция будет посвящена обучению новым навыкам и подсказкам. Вот там я буду рассказывать, какие виды подсказок есть и как их давать. Ну и, соответственно, как правильно убирать. Так вот, если вы даете подсказку, вы поощряете любое какое-то малейшее приближение к нужному результату, то ребенок будет хотеть выполнять ваши задания. Ему будет выгоднее показать желательное поведение, чтобы получить вот этот бонус, вот это поощрение, чем сбросить материалы и с вами не контактировать и не заниматься. Вот это такие побочные эффекты наказания. Они очень серьезные и часто нежелательные поведения тоже являются побочными эффектами наказания. Вот агрессия, нежелание ребенка идти на контакт. И когда вы видите, что одно дело, когда есть нежелательное поведение с какой-то целью, а в другой вариант, когда есть нежелательное поведение, агрессивные какие-то, и это побочный эффект наказания, и вы понимаете, что это все от наказания, то работать мы здесь будем по-разному. Чтобы убрать вот эти побочные эффекты наказания, вы создаете с ребенком позитивные отношения. Вы его поощряете очень часто, вы его хвалите очень часто. Причем просто так, не обусловлено ни на каком поведении, ни на каком задании. Просто для того, чтобы поднять его самооценку, чтобы ребенок поверил в себя и хотел с вами общаться и коммуницировать, ну и идти вам навстречу. При торможении мы никогда не переходим на расписание, то есть вот как это было в поощрении, давать через какой-то определенный интервал времени или через какое-то количество эпизодов, нет. Здесь наказание предоставляется после каждого эпизода, причем делать его разным. Сейчас одно, в другой раз другое. Чтобы не было привыкания. У нас еще много сегодня темы. Последнее, что я скажу про наказание, это... Кстати, наказание, это не только вот это искусственное, которое люди применяют друг к другу. Это может быть естественно наказание в естественных условиях. Если мы идем по дороге, не смотрим под ноги, что-то там замечтались или разговариваем по телефону, как это сейчас часто бывает, не увидели камень или какой-нибудь бордюрчик, споткнулись, упали, разбили себе коленку. Это наказание, естественно, в окружающей среде очень много естественных наказаний. И наше поведение быть невнимательным, не смотреть под ноги наказано вот таким естественным способом. Или, например, если мы взяли в руки, прикоснулись к раскаленному утюгу или раскаленной сковородке, это тоже мы получим естественное наказание, у нас будет ожог, только потому, что мы были неаккуратны и неосторожны. Наказание нам жизнь часто предоставляет вот в таких естественных условиях. И последнее, что я расскажу сегодня про наказание, это чем отличается, вот когда мы что-то добавляем и что-то изымаем, методики позитивного торможения и методики негативного торможения. Итак, и то, и другое, и, как я уже сказала, еще раз повторюсь, это не оценка. Хорошо-плохо, одни хорошие, другие плохие. Нет. Это всего лишь означает, что при позитивном торможении мы что-то добавили, при негативном торможении мы что-то изъяли после поведения, или во время уже поведения. Поведение идет, а мы уже это делаем. И таким образом мы надеемся остановить поведение. Так вот, когда мы что-то добавляем, это может быть выговаривание или отчитывание. Это может быть блокировка, про которую я сегодня говорю. Мы физически останавливаем ребенка и не даем ему возможность показать нежелательное поведение. Это обусловленное задание. Что это означает? Это вы даете наказание, которое никак не связано с нежелательным поведением, оно на него не похоже. Это, например, дети подрались. Я сейчас расскажу один случай. Я на юге наблюдала семья друзей. Там трое мальчишек. Мама была меньше. В общем, и мама такая просто, она такая позитивная. Я за ними с удовольствием наблюдала. Там детям было что-то 3, 5 и 7. Как-то вот они совсем рядышком. И двое старших, маленький, там еще в песке ковыряется, такой еще безобидный, как бы особо хлопот не доставлял. А вот старшие, да, то подерутся, то чего-то не поделят. И, в общем, они подрались. То есть нежелательное поведение, это было вот агрессия друг к другу, подрались. И вопли, крики такие. И мамочки спокойно, оба сюда идите. Она не стала разбираться, кто прав, кто виноват. Ну, не знаю, правильно это или нет. Потому что, ну, кто-то ж явно начинает, а кто-то сдачу дает. Ну, в общем, она не разбиралась, подозвала их обоих. Оба сюда. Они подошли. И она 10 раз каждый отжимается. Вот это было обусловленное задание. То есть упал, отжался. С одной стороны, и они оба отжимаются, пыхтят. С одной стороны, я смотрела на все это, я понимаю, что оба виноваты. И, да, она таким образом показывает, что мне не важно, договаривайтесь, умеете общаться дружно. Но, с другой стороны, какой побочный эффект будет? Ведь упал, отжался, это очень часто работает у нас как наказание. А ведь это же хорошее занятие физподготовки. Мой сын сейчас отжимается или подтягивается. И это не наказание. Это для него действие, и он рассчитывает получить в дальнейшем поощрение, хорошую физическую форму. Или на уроках физкультуры он приходит на днях, приходит с института и говорит, мам, я подтягивался, но он занимается спортом. Именно не через наказание упал, отжался. Для него это удовольствие, чувствовать себя хорошо. Он сказал, я подтянулся больше всех. Я говорю, сколько раз? Он, 12. Он говорит, я еще собирался. Но 12 это была норма на пятерку у них. И я, говорит, мог бы еще сколько-то там раз, но преподаватель сказал, все, хватит, слезай. То есть она уже устала считать. И мне тогда было такое небольшое сожаление, когда я наблюдала за этими мальчишками. Потому что у них вот это упало, отжался, будет связано и в дальнейшем с наказанием. Но вот мама таким образом наказала их через обусловленное задание. А сверхисправление это, к примеру, когда ребенок испортил, испачкал парту одну, а моет потом все, после уроков моет все парты в классе. Вот это будет сверхисправление. Или ошибся, написал неправильно одно слово, а потом он пишет 10 строчек этого слова, исправляет, чтобы запомнить. Вот это тоже наказание сверхисправления. То есть вот здесь уже наказание связано с тем предыдущим наказанием, с предыдущим поведением, которое он выполнял до этого. Обусловленное задание не связано. Подрались, упали, отжались. Это вот когда мы что-то добавляем, а когда мы что-то изымаем. Вот про плату за ошибку я сегодня уже вам сказала, да, мои коллеги так забирали баллы. Это может быть, вот мы что-то забираем. Человека лишают поощрений, которые он уже заработал. Это недопустимо. Нельзя это делать. Он на эти поощрения работал, он старался, он что-то сделал. Нельзя, его поощрения должны остаться с ним. Это баллы, это жетоны, что угодно. Потому что я знаю, что некоторые мамы и жетоны могут забирать. Ребенок насобирал там жетоны и уже готовых на что-то обмене провинился чем-то. И мама раз изъяла. Нельзя, ни в коем случае. Лучше вы не дайте новых. У вас будет установка, сделаешь это, получишь это. Соответственно, если ты где-то провинился, то ты просто новые не получаешь. Вот это будет плата за ошибку. Наши штрафы в нашем обществе. Штрафы. Зарплата у нас, ну, какого-то установленного размера. Человек опоздал или человек не выполнил. Ну, там, план или не знаю, ну, не важно. И его штрафуют из той суммы, которую он уже, по идее, должен получить. И это забирает. По идее, правильнее было бы лишить премии, лишить поощрения. Провинился, не получаешь поощрения. У нас идет в обратную сторону. Из заработанного уже забирают. Вот это плата за ошибку. И второе, это тайм-аут. Тайм-аут, это когда человека изымают из ситуации. Вот это классический угол. Это тайм-аут. Изымают. Причем тайм-аут может быть с присутствием в ситуации, а может быть с удалением из ситуации. Что это означает? Присутствие в ситуации. Вот мы все сидим в этой комнате, и ребенка отсадили, вот он как-то там показывал нежелательное поведение, дрался, может быть, ну, что-то там вытворял в детском саду. И очень распространенный вариант, иди посиди на стульчике, подумай о своем поведении. Вот это тайм-аут с присутствием в ситуации. Ребенок сидит на стульчике и видит все происходящее. Но здесь нужно быть очень внимательным. Если для многих детей бывает так, что они не хотят участвовать в групповых играх, они не хотят общаться. Вот дети с диагнозами часто пытаются избежать, вот они сидят в стороночке, а их принуждают. И для него в таком случае посидеть на стульчике, посмотреть навсюду со стороны, поковыряться пальчиком в ладошки и, там, не знаю, пососать край одежды, это гораздо приятнее, чем участвовать и там толкаться со всеми остальными. Соответственно, это для него поощрение. И он будет стремиться вести себя нежелательно, чтобы его отсаживали на стульчик. Угол. Если ребенок видит все происходящее, стоит в углу, это тоже присутствие тайм-аут с присутствием в ситуации. А тайм-аут с удалением из ситуации, это наше классическое, выли из класса и ребенок уходит из класса, вот с урока выгоняет. Вот это с удалением из ситуации. Или часто бывает, родители как говорят, иди в свою комнату, посиди, подумай о своем плохом поведении. Это тоже удаление из ситуации. То есть здесь мы ребенка не видим, он не видит происходящее, мы его удалили на какое-то время. Тайм-аут очень часто используется. Почему? Потому что он поддерживается нашим обществом, его легко применять. Соответственно, легче ребенка выгнать, чем договариваться с ним, чтобы он вел себя желательным образом. Легче выгнать, наказать таким образом. Если даже использовать тайм-аут, то ребенок должен четко знать, за что. Я уже вначале сказала, если наказание применяется, это должно оговариваться заранее. Ребенок должен знать, за какое поведение. Это не должно быть спонтанно, непредсказуемо для ребенка, шоком для ребенка. Нет. Ребенок должен знать, за какое поведение он может подвергнуться наказанию. И насколько, когда наказание можно считать снятым. Сколько оно будет длиться. За какое поведение и как долго длиться. Когда оно снимается. Вот это вот такие важные моменты наказания. Значит, я очень много, посмотрите, по времени, я очень много сейчас уделила времени наказанию, не для того, чтобы вы его сейчас успешно применяли, а для того, чтобы вы, вот даже видя вот это поведение, ну, когда на пляже мальчишки подрались, и мама заставила их отжиматься, с одной стороны, было забавно, конечно, но с другой стороны, я прекрасно понимала, какие побочные эффекты это повлечет за собой. Да, с мальчишками сложнее справляться, особенно если они вот такие погодки и дерутся, но какие нежелательные эффекты могут быть? Во-первых, у кого-то из них может зародиться чувство обиды и несправедливости, потому что не он затеял эту драку, и мама не разбиралась. Во-вторых, когда в дальнейшем им придется отжиматься в школе или где-то там еще, им вот этот процесс, вот это действие будет напоминать о тех эпизодах из детства, когда их мама наказывала. Они будут иметь связь с этими моментами наказания, поэтому как это не выглядело забавно, это на самом деле не было забавно. И сейчас все это понимаю, я настолько, я вообще люблю, когда, ну так в жизненной ситуации все как-то торопятся, суетятся, а вот на юге, на отдыхе, я люблю очень наблюдать, потому что там люди приезжают с семьями, они находятся на пляже какое-то время, все вместе, и дети там, да, и никто никуда не торопится, и они себя показывают, ну так как у них это все обычно заведено, и как какой папа, как мама себя ведет, как дети, насколько там доброжелательные отношения друг к другу, уважительные друг к другу, это настолько все видно, и я просто вот, я вот как кино смотрю, вот, ну, это может быть не очень точно, ну, я наблюдаю за каждой семьей, и я вот иногда прямо, господи, какие же вы ошибки делаете, как же, как же вы, вы, вот, к сожалению, такое наступает, что люди даже не отслеживают, не осознают, что они делают, что они закрепляют, вот сейчас папа наорал там, ты что дурак, ты куда лезешь, а ну быстро иди в комнату, чтобы я тебя здесь не видел, наблюдала вот последний раз, и я смотрю, думаю, какой ужас, что вынесет ребенок во взрослую жизнь, ведь и самое интересное, наказание, как я вам сказала, одно из побочных эффектов наказания, это моделирование, этот ребенок вырастет и будет вести себя точно так же со своими детьми, и будет применять наказание, да, это очень грустно, поэтому я сидела, смотрела, наблюдала и говорила, господи, всех учиться, всем учиться, всем учиться, обязательно всем учиться, идем дальше, дальше у нас будет разговор про вымирание и методики позитивной коррекции, про наказание хватит, надеюсь, вы будете знать, что это такое, но применять в крайних случаях, когда уже просто по-другому нельзя, значит, методики позитивной коррекции строятся на применении, мы применяем вымирание и применяем поощрение, нежелательное поведение мы ставим на вымирание, сейчас я расскажу, что это такое, желательно мы закрепляем, подкрепляем позитивно, усиливаем, значит, вымирание само по себе, это что такое, это либо систематическое игнорирование нежелательного поведения, ну, мы просто делаем меньше, что мы не видим, ребенок показ-то истерику, мы отвернулись и занимаемся своими делами, может быть, такой вариант, либо это второй вариант, это непредоставление поощрения, систематическое непредоставление поощрения, потому что если вы иногда время от времени будете давать поощрение, это называется подача поощрения по расписанию, Вы таким образом закрепите нежелательное поведение прям намертво. Если вы хотите, чтобы поведение уходило, то тогда нужно решили в это поведение не поощрять и терпите. Потому что во время вот таких вот методик, когда мы используем вымирание, обязательно пойдет усиление нежелательного поведения. Усиление по интенсивности, по длительности, вот такие вспышки эмоциональные обязательно пойдут. Почему это происходит? Если ребенок привык получать желаемое через какое-то поведение, а тут вдруг и не получает. Мама, он орет, орет. А раньше мама раз и прибежала, и уже спрашивала, что ты хочешь, Петенька? Что ты кричишь, что ты хочешь? А тут я ору, ору, да, а мама что-то там занимается своим и даже не слышит меня. Наверное, тихо ору. Точно, тихо ору. И начинает орать громче. И дольше. И еще чего-нибудь добавит. Крик он еще и метание предметов добавит. Ну и не важно, что он добавит. То есть здесь суть в том, что когда мы ставим поведение нежелательное на вымирание, вот эта вспышка, усиление интенсивности этой эмоциональности, она 100% возрастет. 100%. Это даже не надо думать точно. Потому что поведение, не согласно уйти. Как это? А что, я уже все, что ли? Я уже не работаю? Нет, я еще повоюю. И, в общем-то, если родители на этой вспышке, на этом усилении сдадутся, ну вот едет мама в маршрутке, ребенок говорит, все, типа не буду на него реагировать, буду сидеть спокойно. И ребенок усилил поведение, стал горать еще громче. Косые взгляды. Советы бабушек, успокойте своего ребенка, дайте ему по попе. Что вы такая вообще мама, не внимательно, что у вас такой ребенок, не воспитанный. Очень часто срабатывает на родителей. И они начинают как-то действовать, чтобы что-то сделать, чтобы ребенок замолчал. Вот если на такой вспышке родители сдались, все, все, можете дальше уже ничего не делать. Поведение точно не уйдет и будет начинаться вот с этой самой интенсивности, на которой оно сработало. Именно. А зачем вообще силы тратить, если я тихо хнычу, мама не реагирует. А вот заорал, завопил, что во дворе меня слышно. Мама пришла. Значит, надо так и орать. И он так и будет орать дальше. Он будет начинать каждый раз вот с этой интенсивности, на которую среагировала мама. Поэтому, если вы ставите поведение на вымирание, надо держаться, терпеть. Да, два, три, может быть, пять раз надо будет потерпеть и придерживаться своей линии, выбранной линии поведения и не реагировать. Но, чем хороши методики позитивной коррекции? Смотрите, это нежелательное поведение было направлено на то, чтобы получить мамино внимание. И оно работало. Мама давала внимание. Но, если мы поставим это поведение, нежелательное поведение на вымирание и не будем ему давать внимание. Вот все, я тебя не замечаю, ори ты хоть, оборись. Я тебя не слышу, не вижу вообще, не реагирую вообще, как будто тебе нет. И мы ребенка игнорируем, мы не даем ему внимания. Но, внимание-то ему нужно по-прежнему. Да, он его привык получать вот таким способом, потому что это работало. Когда он у вас когда-то в динозавровские времена просил, сто лет назад просил ваше внимание, подходил, бледил глазки, дергал вас за ручку, вы не реагировали? И он научился, и в последнее время прекрасно у него работает. Вы же реагируете на крик? Ну, что-то дай ему вас за ручку брать, если вы на крик реагируете. Просто этому поведению ребенок научился, оно у него сработало. Так вот, внимание ему по-прежнему нужно. И мы в этом случае подключаем альтернативное поведение. Мы нежелательное поведение с целью получения внимания ставим на вымирание. Но мы ему даем альтернативу, замену. А когда он может получить это внимание? Только если он будет действовать желательно, приемлемо в обществе. И мы его учим. Петенька, вот ты будешь кричать, мама не будет с тобой общаться, разговаривать. А вот ты успокоишься, мы с тобой поговорим, и сказку эти почитаем, и в игру поиграем. Вот когда ты будешь вести себя спокойно. То есть чем хороши методики позитивной коррекции? Мы поведение нежелательное ставим на вымирание, но встраиваем вместо него альтернативное желательное поведение с той же самой целью. Мы даем ребенку в руки другой инструмент, чтобы он через желательное поведение альтернативное мог получить то, что он хочет, то, что ему нужно. Мы его не лишаем нашего внимания. Это очень важный момент. И вот эта классическая методика позитивной коррекции называется выборочное усиление альтернативного поведения. Это классика, это самая распространенная методика. Выборочное усиление альтернативного поведения. Смотрите, что происходит по названию. Мы усиливаем выборочно. Одно поведение мы усиливаем, а второе поведение мы ставим на вымирание. Значит, эта методика будет успешной в том случае, если мы уже понаблюдали, проанализировали нежелательное поведение, и мы выявили его цель. Мы точно знаем, что это с целью достижения внимания или с целью получения чего-то желаемого. И тогда мы начинаем от этого отталкиваться. Мы встраиваем альтернативное поведение. И ребенок прибегает к желательному поведению, чтобы добиться той же самой цели, что и нежелательное. И когда у него желательное поведение начинает работать, а нежелательное вы игнорируете, соответственно, ничего ему не остается, как вести себя таким образом, чтобы получать то, что ему нужно. И эта методика потрясающе работает. Например, в моей практике у меня на терапистах училась мама. Она, значит, даже по навыкам. Это по навыкам, как работает ребенок, когда обувался, одевался, и у него что-то не получалось, он начинал орать, вопить. Он не говорящий был ребенок, он не мог маме сказать, ну, в смысле мог, но он не пользовался речью. И мама его учила, чтобы вот когда у него что-то не получалось, он орал, реально громко орал. И мама подходила, начинала ему зашнуровывать ботиночки там или застегивать молнию, помогала ему. И потом мы стали применять эту методику выборочного усиления. Когда крик мама не подкрепляла, она не давала ему помощи, но она учила его просить помощь словом «помоги». И очень часто дети забывают о договоренностях. Маленькие дети, так вообще они, он уже повернулся и забыл. И можно было дать подсказку. Вот мама такое видео показывала. Значит, ребенок сидит, вопит, а-а-а-а-а. И видно, что в прихожей, что он обувается. И мама подходит и говорит, ну, я не буду называть имена детей там, там, например, Петенька, Па. И он резко успокаивается, он вспоминает, что, господи, я же по-другому умею. И он резко останавливает крик и так тихонько-тихонько, помоги. Мама говорит, вот, молодец. И дала ему помощь. Вот это называется выборочное усиление альтернативного поведения. А в другой ситуации, раньше, до того, как мама начала работать и применять эти методики, она прибегала на крик и начинала его обувать, одевать, когда он звал ее вот таким громким криком. А сейчас такие глазки прям удивленные. Господи, я же могу по-другому. Помоги. Вот. Значит, есть вот эта методика, которую я сейчас сказала. Это методика выборочного усиления альтернативного поведения. Но есть еще несколько других, которые работают по такому же принципу. Значит, есть выборочное усиление поведения, несовместимых с нежелательным. Что это означает? Например, ребенок сидит, плюется за столом. Плюется за столом. И вы хотите это убрать. Ну, нехорошее поведение. И вы будете, ну, вы начинаете думать, а что можно ему предложить сделать, и он не сможет, рот будет занят, и он не сможет плеваться. Нечем плеваться, рот занят. И вы будете поощрять за то, что он, к примеру, жует. Ой, ты молодец, как ты хорошо кушаешь. Вот. Или, ну, если вы, допустим, не кушали за столом, а сидели просто, играли, да, и он плюется, то вы можете попросить его рассказать стишок, спеть песенку. То есть то, что займет его рот и исключит возможность плеваться. И таким образом вы будете усиливать поведение, несовместимое с нежелательным. Вот эти несовместимые исключат, не дадут ребенку возможности показывать нежелательное поведение. Дальше, если есть какие-то нежелательные поведения, вы можете выборочно усиливать социально одобряемое поведение. Ну, здесь работа может идти таким образом. Ребенок что-то показывает нежелательное, вы это ставите на, ну, на игнорирование, не поощряете, но вы будете поощрять различные другие социально одобряемые. Что он помогает вам, с вами хорошо разговаривает, ну, и так далее, и так далее, да, убирает свои игрушки. И вы будете его хвалить за всяческие другие разные социально желаемые поведения. Вот может быть такое. Дальше может быть выборочное усиление. Выборочное усиление. Сейчас даже нет. Ну, оно называется выборочное усиление, но на самом деле здесь одно поведение присутствует. Одно. Если вот в предыдущих двух методиках я рассказала, там присутствовало два. Первое, выборочное усиление альтернативного поведения. Два поведения с одной и той же целью. Одно нежелательное, а другое желательное. Вот вы работаете с одним на вымирание, со вторым на подкрепление. Во второй методике, когда выборочное усиление поведения несовместимо с нежелаемым, тоже присутствует два поведения. Вот та методика, о которой я сейчас говорю, отсутствие нежелательного поведения, это всего лишь работа с одним поведением. Но вы будете поощрять ребенка за то, что поведение отсутствовало. То есть, по большому счету, мы можем сказать, выборочное усиление нулевого поведения. Нулевого. Нет нежелательного поведения, другое мы не встраиваем. Нет нежелательного поведения, и вы вот это отсутствие поощряете. Например, ребенок в течение дня может показывать истерики в разное время. И вы можете сделать табличку, интервал каждый час. И проходит час, вы говорите, Петенька, молодец, смотри, ты вот здесь вел себя хорошо, вел себя тихо, не кричал, вот тебе там и наклеечку, или плюсик ставите. И прикрепили в этот интервал. Дальше второй начинается. Опять Петенька, ты молодец, ты так себя хорошо вел, ты не кричал, ты все делал спокойно, второй час прошел, вот тебе наклеечка. И вы договариваетесь, ну, вначале не такое большое количество наклеек должно сзади, потому что если ребенок привык истерики устраивать, он все равно может где-то сорваться. Если вы сразу поставите требование стопроцентного отсутствия за день, может пойти срыв и откат. Весь день держался, держался, вечером устал, сорвался, показал истерику, и то обещанное поощрение, вот этот бонус, за который я так старался весь день, я не получаю. Да вообще я не буду с вами тогда вообще дружить, вообще зачем мне вообще ваше поощрение, я вам наорать пойду, мне так тоже хорошо. Вот, поэтому мы сначала ставим какие-то, ну, более-менее выполнимые требования, там, допустим, если интервалов 10, то пусть это будет 5 интервалов. Ну, это все очень индивидуально, я сейчас просто сочиняю. Это все индивидуально, мы подсчитываем. А вы уже уходите, да? Мы сейчас еще 5 минут и, хотел сказать, даже чаю не попьете. Я еще минут 5, а, за совет, пожалуйста. Еще минут 5-7, я закончу с этими тодиками и я вас отпущу. Так вот, значит, а я, правда, много советов дала, я не знаю, какой конкретно вам подойдет, но я рада, что подойдет. Так вот, когда мы хотим, чтобы я рада, к сожалению, не написано, как вас зовут, я рада, что вы уже для себя что-то полезное берете. И я вас приглашаю учиться дальше, потому что на этих вебинарах вы много теоретической части берете, но вы не подкрепляете это практикой. Вы сейчас вот это все много чего, даже, скорее всего, вы где-то это будете уже на своих занятиях какие-то знания применять. Но учиться дальше я вам очень рекомендую. Углубить свои знания и учиться под руководством, да, вот, ну, чтобы вам кто-то помогал и подсказывал. Учиться выполнять практическую работу, присылать результаты, анализировать эти результаты, получать обратную связь, исправлять, если что-то было не так. Те, кто именно учится вот на таких, на таких программах, где практика, это вот программа для терапистов в основном, такой интенсив у нас. И это 8 блоков, но это более такая щадящая, мягкая программа, она длится 8 месяцев для родителей. И вот они в течение 8 месяцев раз в неделю встречаются с кураторами, группой. Это как групповая супервизия, и под нашим руководством выполняют какие-то работы, ну, то есть что-то делают. Вот, поэтому очень эффективные программы, очень результативные программы я вам рекомендую. И вот, я возвращаюсь к тому, что я говорила. Значит, когда мы только начинаем работу с отсутствием поведения, ну, это нужно еще подсчитать, сколько всего на начальном этапе, когда мы еще не работаем. Мы только начали наблюдать, и мы вычислили, сколько может быть в среднем истерик. Ну, к примеру, 7 истерик, я сейчас придумала, сочиняю, 7 истерик в день. И тогда вы уже думаете, что какой-то процент на срыв может быть. Ну, хотя бы там, к примеру, 3 истерики из 7, представьте, 7 было, а вы хотите, чтобы сразу 100% ушло. Такое не бывает, дети часто забывают, плохо себя чувствуют, голодный, не выспался, устал и может показать истерику. Поэтому сразу 100% результат требовать нельзя. К примеру, из 7 вы можете попросить, ну, как бы договориться, что 4, 3 допустимо. Из 7, 3 допустимо. Вот если в течение дня ты собираешь 4 жетончика, где 4 интервала были без истерик, а 3 еще остаются, ты получаешь свое поощрение. Но это ненадолго, это чтобы ребенок просто привык к этому контролировать. И еще мы всегда, мы всегда помогаем нашим детям, мы не враги нашим детям. Если вдруг вы видите, что ребенок уже готов начать истерику, он уже заводит себя, да, накручивает, и вы, ну, просто, он забыл, он забыл про вашу договоренность. И вы можете ему сказать так, Петенька, вот сейчас ты быстренько успокаиваешься, перестаешь плакать, не будешь кричать, и мы не будем считать, что у тебя была истерика. Мы про нее забудем, и в конце часа ты получишь свой жетончик. Договорились? И он вытирает слезы, говорит, хорошо, договорились. Потому что вы идете ему навстречу, вы не жестите, вы работаете в интересах ребенка. И вот на таком режиме, ну, где-то неделю вы можете побыть на вот этом выборочном усилении, отсутствие нежелательного поведения. А потом усложняете. Из 7 ему уже надо собрать 5 жетончиков, до этого было 4, потом 5. И опять недельку. Ну, это все индивидуально, это все подбирается в зависимости, как ребенок обучается, насколько он готов идти с вами на контакт и договариваться. Потом доводите до 6, а потом и до 100%. И он поощрение будет получать уже, допустим, через месяц, когда вообще нет истерии. Это вот я сейчас просто на вскидку такой пример вам дала, как это может быть. И еще одна методика, это когда выборочное усиление меньшего количества нежелательного поведения. То есть здесь такой немножечко парадокс получается. Мы будем поощрять ребенка за нежелательное поведение, но если его было меньше. Вот в предыдущей методике мы работали, когда нам важно, чтобы этого поведения не было вообще. Истерика, агрессия, мы не хотим, чтобы они были. А вот с последней методикой, когда меньше его проявления, это может быть тогда, когда нам не надо убирать 100% поведение. Чуть-чуть его можно оставить. Например, ребенок ковыряет в носу. Везде. Пришел на занятия, забылся и пошел наяривать. Вот, даже уже не отслеживая, что он делает. И он это делает везде, в транспорте, на занятиях, на прогулке, ковыряет в носу. И это очень часто происходит, очень много. И вы хотите, чтобы часть поведения ушла, ну по крайней мере из тех ситуаций, где это неприемлемо. Но мы с вами все люди, и в общем-то, вот это поведение чистить нос, гигиеническая процедура. И мы все иногда это делаем, да, во время умывания, там, ну когда-то все равно чистим нос. Но это делаем в уединенных условиях, где мы никому не мешаем и никого не смущаем. Поэтому в этом случае с таким поведением мы не будем работать на стопроцентное убирание. Мы будем работать на уменьшение. И тогда мы сначала, нам нужно, с чего мы начинаем работу по этой методике. Мы сначала отслеживаем, что, какой уровень у нас на начальном этапе. Когда мы еще не начали работу. И сколько ребенок это делает, количество раз, здесь надо будет понаблюдать. Именно посчитать, быть скрупулезными, сколько он это делает. Количество эпизодов за день. Вы просчитали, ну допустим, грубо, 20 раз за день он это делает. И вы хотите снизить количество. То есть вы тогда, вот на начальном этапе у вас 20, и вы будете поощрять следующий день, когда он, ну, соответственно, если есть возможность объяснить ребенку, вот ты будешь меньше это делать, ты получишь поощрение. И вы следующий день будете поощрять, когда он ковырялся не 20 раз, а 18. И так постепенно, постепенно вы пойдете на снижение, снижение, там, потом за 16, потом за 14 и так далее, и так далее. Это опять-таки, я сейчас фантазирую, это все, я сейчас не могу вам давать никаких конкретных рекомендаций практически, что вам конкретно делать. Это просто пример, принцип, как это работает. Мы снижаем постепенно и оставляем это поведение только в тех условиях, где это допустимо, и в том количестве, где это допустимо. И поощряем уже только за это. Вот так работают методики позитивной коррекции. Чем они хороши? Они помогают убрать у ребенка нежелательное поведение. Причем работа идет в таком щадящем режиме. Даже когда мы усиливаем отсутствие нежелательного поведения, мы все равно, как я уже сказала, мы все равно не наседаем ребенка все никаких истерик, чтобы никогда ни разу. Такого мы не делаем. Для ребенка все это должно протекать очень плавно, очень спокойно, очень деликатно, с вашими подсказками, с вашей помощью, с вашей мягкостью, терпеливостью. И что я хочу, сейчас я уже заканчиваю лекцию, что я хочу вам напоследок сказать. Когда родители начинают применять вот эти методики позитивной коррекции, вообще методики позитивного усиления, я вижу, как у них меняется внутреннее состояние. Потому что я напрямую с детьми практически не работаю. Вот те, которые есть, несколько человек, уже давно ко мне ходят, новых я не беру, потому что я не просто физически не тяну. Вот эти несколько человечков ко мне ходят, а в основном это дети дистанционной работы, это вот дети студентов, которых я обучаю, или индивидуальные какие-то консультации. Я этих детей вживую не видела, я их не щупала, я их не гладила, за щечки не теребила, конфетку не дала. У меня какая основная работа? Ну, в смысле, у меня как представителя, как поведенческого консультанта, я работаю не с ребенком, не с его поведением. Я работаю с, ну и как любой другой консультант, я работаю с родителями. Нужно научить родителей правильно видеть ситуацию, вычислять, анализировать цели поведения. Нужно видеть, почему поведение происходит, что его запускает, что подкрепляет. И когда у родителей все это получается, когда они понимают, что со всем этим можно справиться, даже сам, сколько я видела поведений, которые годами мучили родителей, просто годами. Вот жизнь была невыносима. И когда они понимают, что у них это все получается, это работает, то состояние, в котором они пребывают, это уже огромный результат моей работы. Дальше они со своими детьми справятся. Главное, чтобы они знали, как, и главное, чтобы у них были силы на это, и вера в то, что все возможно и все реально. Поэтому поведенческий анализ, на самом деле, это не набор методик, которые вы применяете в той или иной ситуации. Это образ жизни. Это вы уже, когда вы используете, вы знаете эти методики, вы применяете их не только в отношении какого-то одного конкретного ребенка, вы применяете их повсеместно. С семьей, с мужем, с друзьями. Для меня, например, вообще сейчас не проблема, вообще не проблема похвалить человека, если вот я вижу, ну это искренне, если я вижу, что есть, ну мне хочется это отметить. Там кто-то хорошо выглядит, у кого-то там уютно в доме, кто-то чем-то вкусненьким угостит. Ну не важно, не важно. И если я это вижу, ведь как мы часто, мы ведь можем хорошо подумать про человека. Прическа у него красивая, вообще да, нормально. И макияж хорошо сделан, вообще хорошо. Но мы часто молчим. Мы подумали и промолчали. А мне не сложно сказать. Я могу сказать, потрясающая прическа у вас. Вам так идет, вам так красиво. И это сразу обратная связь от людей. Мне не сложно, потому что я искренне, я действительно так подумала. Но если я так не думаю, я промолчу. Ну я не вру, я говорю, как я чувствую. И я вижу, когда человек получает вот это, вот этот мой кусочек моих эмоций положительных, мою похвалу, мое одобрение. Я вижу, как настроение меняется, и отношения с окружающими меняются, и жизнь становится более позитивной. И вот как говорят там люди угрюмые, люди, это все не так. Все люди могут быть как позитивными, так и угрюмыми, и грубыми. Я могу, я могу быть грубой, а могу быть ласковой и мягкой. Я могу быть разной. Но я лишь, это зависит от того, как я выбираю себя вести. Вот, поэтому, когда у вас идет жизнь через поведенческие методики, когда вы больше выделяете в людях хорошее и подкрепляете их позитивное поведение, и где-то, ну, там, не обращаете на их какие-то промахи, ошибки, как бы ладно, забыли, не увидели. А вот то, что хорошо, вы это поднимаете, подкрепляете. И люди будут это к вам показывать, и это будет у вас работать. Поэтому поведенческий анализ действительно образ жизни. Ну вот на этой позитивной ноте я сегодня заканчиваю. Следующая наша встреча, их будет точно две, минимум две. Я постараюсь уложиться. Это будет по новым навыкам. Очень полезные, очень важные методики, как обучать новым навыкам. Очень, очень нужная информация.